На барабанах я не умею играть, сразу говорю, на скрипке я не умею играть, то есть на всем всем, на чем играл в фильме, я играть не умею. Я легковерен, то есть я верю людям, но жизнь приучает все время, что ты должен чего-то опасаться. И вот это вот, скажем так, дисгармония того, что я-то вот такой, хотел бы мир видеть таким вокруг себя, а он совершенно иной, вот это, конечно, вызывает иногда дикое раздражение. Жора Барабанщик из культового советского фильма «Мы из джаза» стал для Николая Аверюшкина визитной карточкой в большом кино. Теперь за его плечами более 30 ролей, но Барабанщик из знаменитой четверки киноджазменов остался самым ярким персонажем во всей фильмографии актера. Я прожил в Болшиве, это здесь вот, тут под Москвой, и прожил довольно-таки, ну вот сколько, ну считайте, там 6-7 лет сколько там было. Там в основном у меня были вот друзья. Все исчезли, где-то всех разбросан, пытался кого-то рассказать. Это совершенно бесполезно. Как-то так получалось, что вокруг меня собирались все наши вот следствия. Я был вроде бы, скажем так, центром лидирующим. Четверть первого класса я проучился, у меня были все пятерки, может, только одна-четвертая где-то там. Но потом, скажу, карабкался я сильно. Троечки были, много, много троек очень много. Я был послушный по теме. Наверное, так-то оно и бывает. Если ты сначала послушный, то потом ты уже полную самостоятельность проводишь. Либо, наверное, наоборот, не знаю. Ну, это сложно. Рыбная ловля была любимым занятием маленького Аверюшкина в Болшеве. Даже в самые засушливые годы Днепр никогда не пересыхал, и в нем всегда водились рыба и раки. Ходил с дядькой по материне, с ним подчистник, представлял компанию, там выставил удовольствие, что это будет рыбку. Как-то так. Потом один, потом с теми же друзьями, которые в Болшево были. Все самые теплые детские воспоминания Аверюшкина связаны с подмосковным Болшево. Знаете, я попытался как-то тут несколько лет назад съездить в Болшево. Болшево там же находится, кстати, рядом с нами, дом кино, дома артистов. Это все буквально, я не знаю, там, в двухстах метрах от того, где я живу. Съездил туда, что-то пошел. С одной стороны, там все снесли, все уже развалилось, там совершенно другие люди, другие дома, другая, я не знаю, там, уже местность, рельеф уже, все по-иному. И вдруг в одном месте что-то собака на меня гавкнула, в другой, из другого забора матом кто-то покрылся, я туда зашел. И, знаешь, как ностальгию, как рукой снял. И вот осталось только одно, что, дескать, вот это прекрасная пора, это отличная память, это здорово и это великолепно. Но пусть это будет та мама. Мне было лет семь, вот можно удивляться этому, вроде бы не, но я почему-то знал, что я буду сниматься в кино. Я очень и очень хотел, меня нигде не брали. Понимаете, вот я, допустим, до армии, буквально, вот я хотел поступить в МХАТ, там, по всем прошелся. Ну нигде, ну никак, я не был готов, то есть что-то я не знал, что-то не мог, не получалось, кто-то не видел. Отслужив два года в армии, в 76-м году Николай Аверюшкин снова подал документы почти во все театральные училища и студии. Но приемные комиссии опять не поверили в талант горемычного абитуриента. Чуть и вообще в Щукинском сказали, близко, говорят, не рекомендуем вам подходить к сцене. Вот посмотрите, вот как вот так вот бывает такое. И я тогда поступил в парке культуры Горького, были курсы такие мастеряков, это единственное, что было, куда можно было хотя бы хоть как. Ну естественно, это было что-то не то. И после этого уже кто-то мне посоветовал из тех, кто там учился, знаешь, где есть такая всероссийская творческая мастерская эстрадного искусства, в этом и сокращенно, в Зеленом театре на ВДНХ. Дескать, ну иди туда, может быть, там что-то где-то. Ну я взял, туда пошел. И вот там меня Масляков взял, Леонид Семенович, такой полнородный артист. Всероссийская творческая мастерская эстрадного искусства имени Маслякова была основана в 61-м году по решению Совета министров. Она находится на территории ВВЦ в здании Зеленого театра. Здесь готовят артистов всех жанров. Разговорного, вокального, вокально-инструментального, хореографического и оригинального. Эту мастерскую закончил и Аверюшкин, а после поступил в музыкальное училище Октябрьской революции. Я помню то, что я прочитал отвратительно все. Все плохо, я это знал четко. Но меня взяли почему? Потому что педагог курса, она решила, что она меня возьмет. Все, поэтому это уже дальше значения не имело никакого. Какой-то греховодник женился от живой жены еще на двух. Лишь до царя о том донесся слух. А царь был строг и не охотник таким соблазном потакать. Он троеженцев вмиг велел под суд отдать и судьям вынести такое наказание, чтобы в страх привезть народ и покуситься, чтобы никто не мог вперед на столь большое злодеяние. Будущий актер учился на отделении музыкальной комедии в течение двух лет. Там какое-то патриархальное такое училище, как-то был такой междусобойчик. Какие-то, вот я и говорю, какие-то там встречи, какие-то портвейны, какие-то там хулиганство какое-то. Мы все там в зале сидят, там все и педагоги сидят. Ну что там, пришел, пришел, ну давай, да, давай, чего будем? Мы вынимаем бутылку вина настоящую. Ну давай, открывает, открывает. Все молчат, не знаю, кто что скажет. У нас был тоже один там жучок такой, как это называется. Вот, я пить не буду. Ну ладно, не пей, мы сами себя выпьем. Разлили, все. Да, ну все, 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 хорошо. Ну конечно, как все это закончилось, влетело. Мы чуть не остановились, самое главное. 1982 год. На сцене училища Октябрьской революции шел спектакль «Каждая женщина хочет быть доль семьи». Во время первого действия в зрительный зал нашел режиссер Караншик Назаров. Я помню одно, он дик, у меня страшно болела голова в этот день. Правда, она потом уже прошла. А наш педагог, он говорил так, когда у человека что-то действительно, он болен или еще, он играет всегда лучше, потому что он отбрасывает все, кстати, только вот на роли. И это действительно так. И получилось так, что это был тот самый спектакль, где я сыграл очень удачно. Удачный всех десяти, которые были перед этим. И именно вот этот мой кусок, он посмотрел. Он посмотрел, и там потом перерыв, второе действие, а во время перерыва он ушел. То есть на второе действие он уже даже не оставался. И меня пригласили. Кареншик Назаров пригласил Николая Аверюшкина на небольшую роль в фильм «Мы из джаза». Впоследствии ее сыграл Леонид Куравлев. Но в процессе съемок режиссер решил попробовать Николая на одну из главных ролей – Жоры Барабанщика. Я говорю, по сценарию, а действительно так, по сценарию, там, персонаж-то не выписан. Ну, я там мастер. Ну, вот, персонаж, говорит, не выписан. Он говорит, а вы знаете, говорит, вообще-то… он понимал, что не выписан. А вы знаете, говорит, мы вообще-то надеемся на актера. Ну, нет, да, актера ответил. Я роль схватил сразу, то есть буквально вот эти первые, первые буквально слов, вот этот персонаж, который произошел дальше в фильме, он убежал, не получил. Выход фильма Карена Шахназарова «Мы из джаза» был принят зрителями на ура. На широком экране картину ждал оглушительный успех. По опросу журнала «Советский экран» в 83-м году «Мы из джаза» назван лучшим фильмом. В прокате его посмотрели 17,5 миллионов зрителей. Купили картину 26 стран. Я, наверное, очень сильно хотел. Поэтому я не спустя рукава, а я буквально, я действительно сидел, репетировал вот эти движения. Там был барабанщик, который мне показывал имитацию вот этих движений, все как надо. Шахназаров стал режиссером, который открыл актера Аверюшкина советскому кино. Тогда-то молодой человек впервые почувствовал, как сложно приходится артисту, исполняющему главную роль. Я вот хочу, чтобы ты сыграл на барабане вот так. Но я-то знаю, что вот так не играют на барабане. Я ему говорю, давай, я говорю, вот, сыграю как надо. Не, это все не то. Вот у него свое видение какого-то было вот этого момента. У меня было свое. Я думаю, фильм еще получился и роль получил, роль конкретно получил, потому что я нес что-то свое, он пытался объяснить что-то свое, и вот на стыке вот этого всего, наверное, родилось вот это. В середине 80-х карьера артиста пережила настоящий взлет. Человек на полустанке, Михаил Ломоносов, Зимний вечер в Гаграх, артистка из Грибова и, наконец, картина «Назад в СССР», где партнером Аверюшкина стал режиссер Роман Полански. Обыкновенная, значит, Москва перестроечного периода, обыкновенные московские бандиты, обыкновенный американский парень, который приезжает, обыкновенная проститутка. Кто у нас за штатная проститутка была в начале 90-х? Конечно, не года. Вот, то есть, все вот как-то вот так вот происходило, да, вот, все вот. И Поланский играл, кстати, русского мафиози, очень сильно, русского мафиози. А я играл при нем помощника. Надо отдать должное, что, когда фильм показывали, мать родная не узнала. Я говорю, ну ты меня хоть видела? Нет, там тебя не было. Я говорю, а вот это, ну да, там был какой-то там старика душил какой-то, я даже смотреть не стал. Я говорю, это я и был. Здесь можно было видеть, скажем так, школу актерскую их и школу актерскую нашу. Вот наша намного интереснее. То есть она как-то, вот, Поланский, он играет, он играет, честно он играет, он играет правильно, он играет так, как вроде надо. Но когда вот тот же дядя Сева играет с Сафоном, когда он вот, он вроде ничего и не делает. Но там глубина, там вот что-то такое вот. И вот это я обратил внимание. Это я обратил внимание, это вот разница существеннейшая. Аверюшкин до сих пор вспоминает чувство стыда за то, что в те годы он не смотрел ни одного фильма знаменитого режиссера. Тогда в России его знали только избранные. Я по-английски через пень-колоду. Он по-русски как-то, единственное, он там, ну, сказал, говорит, ну, может, Коль, ты сделаешь так. Ну, семноты были без всяких. Коль, может, ты так сделаешь? Я говорю, ну, давай, хорошо, сделаю так. Он такой, ты не гневаешься для меня, что я вот сказал вот это вот тебе? Ну, почему же, говорю, я должен? А я тогда был совершенно дремучий, я думаю, 90-й год. Ну, какой Поланский? Это надо быть, я не знаю, там, ну, не знаю, исследователем кино, чтобы знать, кто такой Роман Поланский. Его у нас вообще ни слуха, ни духу не было. Все вот эти фильмы «Ребенок розмарит» его, простите, когда показали-то вот где-то вот несколько лет назад. Я только видел один раз, правда, записал. Вот, дело не в этом. Я просто говорю, что этого я не знал. И это, с другой стороны, был плюс, наверное, потому что если бы я знал, что-то такой Поланский, он, наверное, зажался бы и все, чтобы ничего не сделал. Продолжение следует...